МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Ирбис. В студии Владимир Чубенко. Здравствуйте. Архитекторы подсчитали долгострои. Часть объектов ввели в эксплуатацию. Чиновники не нашли волков в пригороде Павлодара. Информация о серых хищниках распространяется через соцсети. Были очевидцы, которые видели серых хищников. Трех особей в ночное время суток. Мы боимся за своих детей. Вторая за последние сутки коммунальная авария оставила без воды жителей домов в квадрате Ломова, Катаева, Гагарина, Камзина. Не досчитались снега. Некорректные данные подрядчика будут перепроверять взвешиванием. Внимание, внимание! Телеканал Ирбис теперь и в Экибастузе. Доступен для абонентов цифрового эфирного вещания. Приглашаем к сотрудничеству коммерческой и государственной организации. Для вас производство и трансляции новостных сюжетов и видеороликов. Размещение логотипов и объявлений. Для всех клиентов скидки, бонусы и выгодные предложения. По всем вопросам обращайтесь в рекламный отдел по телефонам 8-71-82-55-08-55 и 8-701-918-15-60. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Многодетных приравняли к участникам Великой Отечественной войны и внесли в первую категорию на получение жилья из Госфонда. Поскольку все ветераны сегодня обеспечены квартирами, большие семьи теперь в одной таблице с сиротами. Тимофей Голев узнал подробности. В отделе финансов сегодня говорят, государство максимально пошло навстречу многодетным. Теперь получить жилье они могут в ускоренном порядке. В закон внесли изменения. Эта категория выведена из общего перечня социально уязвимых и теперь в первом списке. Там, где ветераны войны и сироты. Выдача жилья производится по мере застройки социальных жилья, то есть арендное жилье. Сразу отметим, что арендное жилье выдается без права приватизации. И получается, проживание там предусмотрено по желанию, кто нанял это жилье. То есть может он постоянно проживать, могут его дети в последующем проживать. Либо, в случае, если найдет себе, может оттуда выселиться только по желанию его. По списку в Павлодаре сегодня порядка 16 тысяч человек стоят в очереди на социальное жилье. Из них более 600 по категории «многодетные семьи и матери». По закону предусматривается 20% детям-сиротам, 20% многодетным и остальная часть жилья будет уже по другим группам разделена. То есть, допустим, если дом сдает 100 квартир, из них, считайте, 20% для детей-сирот, 20% для многодетных семей. Сколько квартир получат в этом году многодетные в отделе финансов не знают. Все зависит от строителей. Но уверяют, социальное жилье будет. Кстати, что касается количества комнат, рассчитывают следующим образом, чтобы на каждого члена семьи приходилось не меньше 15 квадратных метров. Тимофей Голев, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Больше 20 долгостроев и неосвоенных участков на сегодняшний день насчитали в отделе архитектуры города Павлодара. Материалы направлены в управление градостроительного и земельного контроля области и МПС для принятия административных мер к собственникам. Тем временем, из общего числа объектов 5 ввели в эксплуатацию. Бизнес-блог далее. Спонсор бизнес-новостей Магазин сантехники и отопления «Кереметснап» Всегда выгодно и комфортно. Целевое назначение этого объекта «Поломова-32-1» – размещение и обслуживание магазина и пиццерии. Однако строительство сегодня не ведется. Объект огорожен забором. На сегодняшний день по данному объекту имеется наличие проектно-смертной документации. Также получены таланты уведомлений на строительно-монтажной работе. Также перенесены инженерные коммуникации, которые проходили на этом конкретном земельном участке. На сегодняшний день не продолжается строительство в связи с тем, что отсутствуют финансовые средства у собственника объекта. В прошлом году сотрудники отдела архитектуры направляли письма в Управление градостроительного и земельного контроля области и МПС. И, тем не менее, предприниматель намерен весной продолжить работы. Специалисты ведут регулярный мониторинг по городу. Объект по адресу Джамбульская, 15. У него целевое назначение для размещения и обслуживания магазина и кафе. На данный объект был разработан проектно-смертной документации в 2011 году. Также получены таланты уведомления. На сегодняшний день объект освоен частично, там построен сокровенный этаж. Также хочу дополнить то, что по данному объекту срок аренды оканчивается в июне 2020 года. Если до конца срока будет неосвоение земельного участка, будет составлен материал, исковое заявление судебные органы по разбору взносов данного строения. В прошлом году в Павлодаре числилось 32 земельных участка, на которых расположены долгострои. Из них 4 возвращены в госсобственность, 5 освоены, объекты ввели в эксплуатацию. По двум приступили к работам. Это на Иманово, конечных им городков и по Гагарина. По оставшемуся 21-му продолжают взаимодействовать с бизнесом. Ольга Шкрет, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». О том, что Елизавете Фесиной нужна материальная помощь, мы рассказывали в конце прошлого года. Напомню, после удаления позвоночной грыжи у неё практически отнялись ноги. Однако денег на дальнейшее лечение у семьи не было. А бесплатно врачи сделали всё, что могли. Молодая женщина, прикована к постели, была в отчаянии. А сегодня, спустя месяц, она снова ходит благодаря повладарцам. Говорит, сразу после выхода сюжета в эфир стали приходить люди. Приносили кто сколько может. А ещё продукты и лекарства накупили. Больше, чем на 40 тысяч тенге. Уже сама езжу, уже сама хожу. Уже это радует. Тем более, скоро у меня день рождения. Мне это самый лучший подарок. Что я хожу, что я могу. Мир не без добрых людей. Что люди откликнутся, помогут. Большое спасибо. Самое главное, дай Бог всем здоровья. Это самое главное. Я это тоже поняла. Всё, что выписали в больнице после операции, Елизавета получила от неравнодушных повладарцев. В том числе физиолечение и иглоукалывание, которые для неходячей безработной женщины были из ряда невозможного. Однако нашлись люди, которые договорились, и те, кто провёл эти процедуры на дому. Малыми вложениями все вместе дали шанс снова встать на ноги. Спонсор бизнес-новостей. Магазин сантехники и отопления «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно. Магазин сантехники и отопления «Кереметснап» ждёт своих постоянных и новых посетителей. Для вас широкий ассортимент продукции. Водонагреватели, котлы длительного горения и дымоходы. Радиаторы отопления, банные печи, смесители, система, тёплый пол. Здесь же вы можете подобрать стильную мебель для ванной комнаты, душевые кабины, санфаянс и многое другое. Самые лучшие цены в городе. Всегда действуют скидки и акции. Добро пожаловать. Улица Циолковского, 24. Магазин «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно. Жители Ленинского боятся выходить на улицу из-за волков. Хищников заметили работники железнодорожной станции. Слухи стали быстро распространяться. На место выехали специалисты, но следов не нашли. Между тем информация в нашу редакцию поступает из разных сёл. Подробнее Артём Клеван. Работники железнодорожной станции «Спутник» боятся вечером выходить на улицу. Хотя по долгу службы делать это надо. Причём и ночью. Утверждают, нескольких волков задавил поезд. Видели в округе и живых хищников. Обходчики ходят в одно лицо. Ну, вдвоём от силы. Для зверя это лёгкая добыча. Ну, для волка. Для железнодорожников грозит опасность. Были очевидцы, которые видели серых хищников. Трёх особей. Ночное время суток. Мы боимся. Мы боимся за своих детей. Мы боимся отправить в школу. Мы боимся ходить на работу. Возвращаться с работы. Схожие ситуации и в Ленинском. Не меньше паники. И в мессенджерах сообщения пересылают с видео. Большинство из них, причём, сняты не в Павлодарской области. Сегодня в Акимате города сообщили, провели проверки по пригородному селу. Обратились в управление лесного хозяйства Животного мира. И с просьбой оказаться действием по контролю волков, можем сказать. И они, то есть управление дал клич охотникам. Охотников там где-то в Ленинском 24 имеется. И при появлении или там будет охотиться, контролировать. Я могу заверить, что волков по пригороде Павлодара, по городу Павлодара и сельской жизни нет. В областной территориальной инспекции сообщили, в Павлодарской области 212 особей волков. Количество для нашего региона маленькое. На сегодня официально ни одного факта нападения хищников на скот или людей не зарегистрировано. Охота на волка запрещена круглый год. И разрешения на отстрелы выдаются в крайних случаях. Артём Клева, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Новость о предстоящем увольнении бюджетников вызвала ажиотаж в сети. Публикацию на официальной странице телекомпании «Ирбис» прокомментировали около полусотни пользователей. Напомню, ситуация разрешилась в пользу людей. Но если верить юзерам, не везде. Подробнее в нашем традиционном обзоре. Людей хотели заменить техника, и в итоге проект оптимизации отменили вообще в регионе. Активнее всех себя проявили сторожа сельской зоны Экибастуза. Впрочем, в Инстаграм за сутки десятки пользователей из других районов и городов пожаловались. Были сокращения и у них. Причем даже в отношении людей предпенсионного возраста профсоюзы подключились к диалогу и обещают помочь. То же самое у нас в Аксу. Отца сокращают. До пенсии осталось 9 месяцев в детском садике. В Ленинском тоже всех сократили. До пенсии оставалось до 2 лет. Даже замену работы не предложили. В Житакшу тоже убрали сторожей. Как ненужный экземпляр. В Актау педагога обвинили в том, что она плюнула в лицо школьницы и довела ее до истерики. Происшедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик набрал почти 50 тысяч просмотров и больше тысячи комментариев. Пользователи встали на сторону учителя. У девочки все нормально с психикой? Ее бы к врачу показать. Дальше хуже будет. Не плевала, а прыснула воды, чтобы успокоить. Побежала еще и ударила учителя. Нет воспитания и уважения к старшим. В департаменте полиции Павлодарской области подписали меморандум с волонтерскими организациями. Их в регионе порядка 15. Более 6 тысяч добровольцев помогают чаще в поисках безвести пропавших людей. Например, пропал человек, безвести пропавший человек. То есть ориентировка передается сотрудникам полиции, уже предоставляется волонтерам. И волонтеры будут оказывать содействие сотрудникам полиции в поиске данного человека. То есть волонтеры, например, взять одно волонтерское движение. Они расположены здесь, в городе Павлодаре. Но у них есть филиалы, например, в городе Экибастузи, в городе Павлодаре. То есть это расширяет возможность, как бы, больше охват отработки. Жительница многоэтажки по улице Центральная держит в страхе весь подъезд. Недавно якобы пыталась прорубить дверь к соседке. Сейчас она отбывает административные наказания. Со всеми подробностями наш корреспондент. Яна Шамрина демонстрирует свою входную дверь. Говорит, порезы от топора оставила соседка. Девушка воюет с ней, по сути, одна. Живут в этом доме в основном пенсионеры и боятся. Сегодня высказаться тоже не решились. Понимают, скоро их обидчица вернется. За январь полицию сюда вызывали дважды. Сначала нарушительницы покоя вынесли предупреждение. Во второй раз арестовали на 10 суток. Живет она, к слову, с бабушкой. Та тоже на несколько дней смогла вздохнуть спокойно. Сейчас ищет способ обменять квартиру, чтобы разъехаться с внучкой. Я с бабушкой ухожу. Почему? А, потому что она кидается. И тоже ничего не сможете поделать? Ничего, ни соседей, ни кто здесь не сможет справиться. Вот такой червенок. Сами в полицию хоть раз обращались? Ой, неоднократно. Участковыми инспекторами проведена судебно-наркологическая комиссия на принудительное лечение от алкоголизма. После отбывания срока, получается, административно, она будет направлена на принудительное лечение. Это по решению суда? Это будет по решению суда. Сейчас материал уже комиссии все полностью провели. В настоящее время материал направлен в суд. В полиции рассказали, заключить на принудительное лечение шумную соседку смогут на срок от полугода до года. Но решение принимать в суду. Яна Шамрина тем временем требует уголовной ответственности. Считает, это покушение ни больше, ни меньше. Но стражи порядка заявили, в действиях усматривается лишь мелкое хулиганство. Артем Клеван, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». Очередной порыв на сетях водоснабжения произошел сегодня утром. Без питьевой снова жители многоэтажек в районе улиц Ломова, Катаева, Гагарина, Камзина. Когда возобновят подачу, выясняла Азиза Исабай. 25 многоэтажек 4-й школы и 2 детских сада с половины 11-го безживительной. С момента устранения аварии на участке рядом с Катаева 93 не прошло и суток. Как вновь выстроилась очередь к водовозке. Занятия в учебном заведении сократили, в водоканале сообщили. Питьевую на диспетчерскую доставляют пятью машинами. Заявили, причина повреждения все та же изношенные сети. Предварительная версия – чугунная труба диаметром 250 мм лопнула напополам. В рамках инвестор-проектов монополисты в городе Агана будут производить замену. Сейчас им надо сначала определиться, на каких участках они в этом году будут проводить капитальные ремонты. Мы будем рекомендовать, чтобы именно данный участок тоже включили капремонт и произвели замену труб. К ремонтным работам привлекли 6 единиц спецтехники. В городском Акимате заявили, подачу воды возобновят до 10 часов вечера. Азиза Исабай, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». Лавочки в сквере драмтеатра Аймаутова утонули в сугробах. Не прекращаются жалобы на неработающие фонари. А зрительница «Ирбиса» купила хлеб сюрпризом. Каким? Узнаете в нашей рубрике «Мобильное приложение». Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» дарит скидки на белорусскую мебель и спальни. Купила хлеба очень вкусного, полезного. В зернах укрепляет ваше здоровье. Вот, отрезала кусочек. Вот, металлическая штучка какая-то в хлебе. Булочка 265 тенге стоит. Вот, не вру даже, вот. Толстого 68, второй подъезд, десятый этаж. Вот наши счетчики, проводки. Обратите внимание, во дворе дома есть стая 142. Вот уже давно, это я не знаю, уже полгода как поставили. Вот эти фонари, они не горят. Дети, считай, ходят в школу, в школу, тут детский сад поставят. Никто не обращает внимания. Пусть услышит. А кем города новый? Руководство ЖКХ. Когда будет свет? Остановка ЦОН, поезд стая. Вот такие глыбы снега. Это горы снега. Везде, по всей улице Суворова стоят. Как они убирают тогда территорию, получается? Лесозавод. Улица Арганбаева. За зиму ни разу снег не чистился. Уже его девать некуда совсем. Ну что это такое? Людям ходить негде вообще. А у них тендер не разыгрался. До сих пор в феврале только будет разыгрываться. А нам что делать? Кутузова, Дрантеатра и Молутова. Хотел присесть, отдохнуть. К лавочкам не подойти. И даже если подойти, они, получается, вровень со снегом. Вот они, наши все лавочки. Бектурова 71. Машины не могут проехать. Застревают здесь некоторые. Буксуют. КСК вообще не действует. Почему нету мусора рядом с домом? Посмотрите, что делается. Выкидывают мешки с мусором. Прям на проходе и везде. Вот это что? Посмотрите, что делается. Везде мешки с мусором. Потому что до мусорки надо идти, бог знает куда. Почему на эти два дома нету мусорки вообще? Вот Первомайский дом и Гагарина 24. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» дарит скидки на белорусскую мебель и спальни. Мега скидки, мега выбор, мега мебель, современные гостиные, мега комфортные спальные гарнитуры, идеальные обеденные зоны, мега широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики – изящные модели. Лаконичный модерн для мега современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление «Торговый дом Мега». Мега грандиозно! И к другим темам. Взвешивать снег намеренной коммунальщики, чтобы отслеживать точный объем. К такому решению в городском Акимате пришли после того, как выявили, что количество отправленного на полигон не соответствует цифрам, которые предоставлял подрядчик. Тему продолжит наш корреспондент. Убирает снег в круглосуточном режиме, заявили сегодня в городском Акимате. Задействовано более 100 единиц техники. Это 25 погрузчиков, 60 самосвалов, 40 подметальных машин и 10 пескоразбрасывателей. Чиновники уверяют, чистят дороги, въезды и выезды, а также соцобъекты. Работу подрядчиков контролируют, следят за техникой, а на полигоне ведут учет количества вывезенного снега. На сегодняшний день у нас идет пролонгация прошлогоднего договора. Конкурс на содержание уличной дорожной сети города сейчас объявлен. Итоги будут где-то в феврале месяце. Есть отдельные случаи, мы фиксируем, когда действительно указывается накладное действие, по факту вывезено 7-8 тонн. Мы эти все вещи фиксируем и выставляем уведомления подрядной организации. В отделе ЖКХ произведут перерасчет объема выполненных работ по вывозу снега, а на полигоне за Успенским мостом установят весы. Уже в феврале коммунальщики будут получать от подрядчика точные цифры. На сегодняшний день не можем контролировать. При загрузке КАМАЗа мы не можем контролировать тоннаж. Мы же не знаем, 7 тонн или 10 тонн будет загружено в этот КАМАЗ. А когда мы установим весы перед полигоном, мы будем уже знать, КАМАЗ техника при подъезде на полигон будет взвешиваться. После разгрузки обратно будет взвешиваться. И мы будем уже знать точный вес снега, который был вывезен на полигон. Кроме этого, в городском Акимате предприниматели призывают проявить активность в уборке города. Напоминают, что улицы и дворы проверяют регулярно. Тем, кто сладирует снег на прилегающей территории, на первый раз выписывают предупреждение и дают три дня, чтобы расчистить сугробы. При повторном нарушении – штраф. Также сообщили, техника работает и в частном секторе микрорайонов «Зеленстрой», «Радиозавод» и «Лесозавод». На втором Павлодаре задействовали 20 единиц. Азиза Исаба, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». Дети рисовали портреты Абая Кунанбаева и иллюстрации к его произведениям. Всего презентовали около 20 работ. Использовали карандаш, акварель и гуашь. Каким видят школьники великого мыслителя, расскажет Азамат Айтхалин. Рисунки по-настоящему талантливых детей. Даже самые требовательные преподаватели изобразительного искусства резюмировали. Ребятам удалось уловить образ Абая Кунанбаева. Некоторые смогли оживить в красках сцены из произведений писателя. Цель организаторов одна. Выявить талантливых, одаренных детей. Это привить детям интерес к научной деятельности, к исследовательской деятельности. Интерес к творчеству философа, поэта Абая Кунанбаева. Абая Кунанбаева знают даже самые маленькие. Читали, прониклись и даже рассуждают о масштабах гения. Я люблю произведения Абая. Они очень интересные. Есть смысл в этих стихах. И он написал очень много стихов. Про него знают целый масштаб личностей Абая. У него есть стихи, как про зиму, про осень, про весну, про лето. В каждой картине мы видим Абая по-разному. Где-то он молодой, где-то он читает, где-то он сидит в юрте. Выставка продлится несколько дней. Ее презентовали в рамках республиканской научной конференции. Сотни школьников со всего Казахстана сегодня исследуют творчество основоположника казахской литературы. Молодежный хоккейный клуб «Мунайши» – автор самой громкой сенсации на трансферном рынке. Только за один день команда подписала шесть ведущих игроков турнира, действующих чемпионов. Артем, я уверен, что ты уже в курсе. Так что докладывай. Знаешь ли ты имена новичков? Да, Владимир, подкрепление не просто солидное, а впечатляющее. Это защитники Даниил Миллер и Кирилл Камерис, а также форварды Валентин Терещенко, Владислав Жабунин, Сергей Кузнецов и Павлодарский воспитанник Александр Своеволин. Действительно, согласись, огромный список. И уже в эти выходные главный тренер сможет проверить их в деле, потому что впереди игры с Астаной. А у нас через мгновение все о грэплинге и не только. Дорогие жители и гости города Павлодар. Новый зал поминальных обедов Хатумхана, расположенный по адресу улица Иссы Байзакова, 120, представляет просторный, уютный зал, вместимостью до 500 человек. Выполнены в современном стиле, очень удобны для проведения ритуальных обедов, поминок и аузашар. Обращайтесь по адресу улица Иссы Байзакова, 120, телефон 68 89 64. Повторить свое достижение в Италию отправился повладарский грэплер Олег Домнис. Спортсмен вновь попытался выиграть чемпионат мира, ведь в Казахстане уже три года подряд ему нет равных. Трехкратный чемпион Казахстана по грэплингу и ММА Олег Домнич каждый год ставит перед собой новые задачи. Действующий победитель первенства мира защищал свой титул в столице Италии. В Риме собрались самые сильные грэплеры планеты. Павлодарец провел на татами 4 поединка. Первый соперник был очень жесткий, так сказать. Мне говорили о нем, он призер азиатских игр был. Как мне после схватки сказали, он бы занял первое место без проблем. Я вышел против него, он как бы не оценил меня, думал я какой-то проходной. Залетел в первую секунду в ноги, я сделал подсечку, он упал и повредил руку. Команды Бразилии и России задавали тон на татами. Именно борцу из соседнего государства и уступил Павлодарец незначительным отставанием в баллах. Сейчас спортсмен готовится защитить титул на внутренней арене. Первую победу в третьем туре национальной лиги одержали волейболисты мужской сборной. На тайбреке Павлодарцы сломили сопротивление клуба Есель 3-2. Меж тем в нашем городе на паркет вышли юноши. В борьбу за награды включились порядка 30 школьных команд и сельские сборные. На спортивных площадках нескольких школ играют по 5 матчей каждый день. И так всю неделю поединки напряженные, зрелищные. В командах есть профессиональные волейболисты, представляющие сборную Павлодарской области. Именно они и берут на себя инициативу в трудные моменты встречи. Сборная школы номер 2 – один из скрытых фаворитов турнира. Но все говорят о силе представителей команды номер 19. Три победы в трех матчах. Сильная заявка на второе чемпионство подряд. Наверное, самая сильнейшая команда, которой мы проиграли, но они достойны победы. Вчера мы играли с 36-й школой. Первую партию мы проиграли и остальные две вытащили. Просто очень тяжело. Сильная была. Сильная команда. Интересно, что волейбол – второй вид спартакиады по числу участников. Больше собирают только соревнования по футболу. Кстати, впереди один из главных турниров года – чемпионат памяти воинов-афганцев. Футболисты клуба «Экибастуз» заканчивают первый этап подготовки. Команда несколько дней еще будет работать в Павлодаре, а затем отправится на учебные сборы в Узбекистан. Никита Калмыков и Руслан Есимов в «Экибастузе» для болельщиков с оговоркой временно. Вратарь в поисках новой команды, тогда как защитник подписал контракт и вместе с Иртышом отправится на второй УТС. Горники между тем продолжают готовиться к сезону. Провели контрольный спарринг с клубом «Аксум». Играли не два, а три тайма по 30 минут. Экспериментировали. В каждом отрезке был разный состав. Экибастузцы одержали уверенную победу. Однако счет контрольных спаррингов сейчас не важен, говорит наставник. Цель этого этапа подготовки – формирование команды, способной решать высокие задачи. Для горников первая пятерка лиги. Состав уже укомплектован на 70%. Скажу, что пока до контракта мы не дошли, это все зависит не от меня, а от других факторов. Но спустя договорность, с кем у нас была, она остается, в принципе. Потому что люди приехали, мы же не просто пригласили, а именно уже на контракт. Просто единственное, что нужно было познакомиться, чтобы руководство увидело этих игроков, футболистов. В субботу экибастузцы проведут второй контрольный спарринг. На этот раз соперником у команды Абдуалиева будет молодежный состав клуба «Иртыш». В Володарской сборной по тэквондо версии ИТФ успешно выступила в Уральске. Двукратными чемпионами открытого республиканского турнира стали Алина Самбуева и Гульжамал Мрзахан. Милана Самбуева завоевала золото, а Асхат Алкенов – серебро. Также в команде еще три бронзы. А у нас на сегодня все. Приятных вам выходных и оставайтесь вместе с телекомпанией «Ирбис». А погодный сюрприз на субботу, 25 января, узнаем прямо сейчас. Здесь Кристина Луфт. Здравствуйте. В Алматы потеплеет до плюс трех. В Петропавловске и Омске переменная улучшенность на термометрах 2 градуса мороза. В Новосибирске пасмурно – минус 1, в Барнауле около 0, ожидается небольшой снег. В Усть-Каменогорске тоже осадки плюс 1, в 7 день будет хмурый 0 по Цельсию. В Караганде и Нур-Султане не насти, температура воздуха – 2 мороза. По прогнозу КАСКИ Дрометцентра, Павадар по-прежнему во власти снегопада ночью – минус 5, днем 2 ниже 0. А у меня на этом все. Тепло и уюта вашему дому. До свидания.